400 рублей это не повышение. Если бы повышали по старой методике, было бы 500. Реальная бедность в Российской Федерации значительно выше. По опросам примерно 10-11% говорят, что им денег не хватает на еду, а еще примерно 28-29% что им денег не хватает на одежду. Вот вам уровень реальной бедности. Она тоже не будет сокращаться. Для этого закона вводится отдельная медианная заработная плата, более низкая, чем обычные расчетные цифры Росстата Российской Федерации, и нам предлагают с этим согласиться. Хочу однозначно сказать, что данный проект федерального закона улучшает положение граждан Российской Федерации. Мы должны сказать, что принятие этого закона приведет к тому, что им прожиточный минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда вырастет больше, чем если бы их считали по старой методике. Расти будет, опережая инфляцию. Единая Россия осознает, что голосовать против этого закона, это значит голосовать против повышения зарплат, пенсий и пособий. Голосовать против конкретных людей, против наших избирателей. Мы проголосуем за данный законопроект. Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, фракция не сможет поддержать этот законопроект по следующим соображениям. Первое. Он действительно предусматривает современные методики. Правда, в тех странах, с которых мы берем пример, медична прожиточного минимума рассчитывается как половина от минимальной заработной платы, а у нас как 42%. Поэтому неправда, что законопроект предполагает более высокое повышение минимальной зарплаты. 400 рублей – это не повышение. Если бы повышали по старой методике, было бы 500. Второе. Впоследствии закон будет приводить к повышению минимальной заработной платы и прожиточного минимума только в одном случае. Если медианная зарплата будет расти быстрее цен. Однако нет никаких гарантий, что в ближайшее время это будет происходить именно так. Я вам напомню еще раз заявление президента о том, что за последний год цена на сахаре вросла на 71%, на растительное масло на 24%, на муку на 13%, а по данным экономистов, так называемый индекс оливье, то есть реальные цены на продукты питания, более чем на 8,5%. Понятно, что прибавка в 400 рублей ничего не покроет. Третье. Закон не позволяет сократить в стране даже официальную бедность в два раза, как это было предусмотрено указом президента от мая 2018 года. В настоящее время она составляет 13, ну почти 20 миллионов человек, 13,5% по данным Финниверситета при правительстве и не будет сокращаться даже независимо от коронакризиса. А сейчас тем более. Четвертое. Реальная бедность в Российской Федерации значительно выше. По опросам примерно 10-11% говорят, что им денег не хватает на еду, а еще примерно 28-29% что им денег не хватает на одежду. Вот вам уровень реальной бедности. Она тоже не будет сокращаться. Пятое. Заместитель председателя правительства Ольга Голодец в свое время говорила об уникальной российской бедности, имея в виду бедность работающих. Законопроекты в этой части, увы, никаких проблем не решает. Мы консервируем на 5 лет бедность и, увы, даже нищету. Шестое. Гарантия, о которых здесь говорили, о которой содержит закон о том, что мы не можем понижать минимальную заработную плату при снижении медианной зарплаты, недостаточно. Она должна была бы расти не ниже, чем растут цены в стране. Но такой гарантии нет. Седьмое. Федерация Независимых профсоюзов России много раз требовала, чтобы мы поэтапно повышали минимальную заработную плату до минимального потребительского бюджета. Сейчас, по данным Минтруда, это 33 тысячи рублей, по данным Федерации Независимых профсоюзов России – 39. И этой проблемы закон не решает. Слишком много рисков. Фракция не будет поддерживать этот законопроект. Спасибо. Спасибо. Олег Николаевич, пожалуйста. Шейн Олег Васильевич. Фракция «Справедливая Россия». Если бы речь шла только о том, что привязать минимальную заработную плату к медианной заработной плате, то разговор, наверное, был бы немножко другим. Но на самом деле весь разговор гораздо глубже. На каких порогах мы вводим соотношение между минимальной заработной платой и средней заработной платой по стране? Эти пороги, во-первых, цементируют тот уровень нищеты, который сегодня есть в Российской Федерации, потому что цифры, которые определяются этим законом, по сути дела просто дублируют сегодняшнюю ситуацию. Но второе, этим законом фактически вводится отдельная медианная заработная плата в Российской Федерации. Те средние зарплаты, про которые нам говорит Росстат, про которые нам говорит правительство, где они рассказывают о том, что средняя зарплата 40 тысяч рублей, а медианой 35, для этого закона применяться не будут. Для этого закона вводится отдельная медианная заработная плата, более низкая, чем обычные расчетные цифры Росстата Российской Федерации, и нам предлагают с этим согласиться. Более того, нам предлагают эту ситуацию сохранить. На протяжении ближайших пяти лет мы прекрасно понимаем, что когда в законе говорится о том, что да, эти параметры могут быть присмотрены досрочно, это означает, что предусмотрены, раз могут быть, но могут и не быть. И никто их досрочно пересматривать не станет. По этой причине фракция «Спределивая Россия» предлагала вполне конкретную поправку. Довести реальное соотношение между минимальной заработной платой и медианной заработной платой до уровня стран Евросоюза. Раз мы эту методику берем у европейцев, прогрессивную, современную, хорошую методику, значит, и соотношение надо брать оттуда же, а не в тропической Африке. Однако, поправка это предложение. Вчера фракции «Единая Россия» здесь дали пленарных заседаний, были отклонены. Соответственно, данный закон, по сути, сохраняет современное соотношение между минимальной заработной платой и прожиточным минимумом в реальных цифрах, которые есть по Российской Федерации на сегодняшний день, и сохраняет тот уровень бедности, который есть в России сегодня. Да, нам говорят, что медианная заработная плата может расти, тогда вырастут доходы. Но мы видим, что она не достигает на сегодняшний день даже уровня 2014 года. И когда она достигнет, вопрос весьма спорный. Поэтому «Справедливая Россия» не может поддержать данный законопроект, но и наши товарищи по фракции голосуют против него. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас в работе пленарного заседания в Государственной Думе принимает участие ПУДов Андрей Николаевич, статус-секретарь, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации. Есть возможность спросить у представителя министерства, правительства Российской Федерации по данному законопроекту, принимаемый закон улучшает положение граждан или нет? Пожалуйста, включите микрофон. Уважаемый Вячеслав Дмитриевич, уважаемые депутаты, хочу однозначно сказать, что данный проект федерального закона улучшает положение граждан Российской Федерации, как в части изменений самих размеров, а именно минимального размера оплаты труда и прожеченного минимума. Абсолютные цифры роста назывались уже в этом зале сегодня. Да, может быть, они не такие значительные, но это однозначный рост. Мы, делая, анализируя, вперед на прогноз изменения минимального размера оплаты труда и прожеченного минимума на десятилетний период, видим, что этот рост в том числе будет превышать инфляцию. Это первая мысль. Вторая мысль. Что касается европейских стандартов. Действительно, берем мы за основу медианную зарплату, медианный среднедушевой доход. Ну а в отличие от европейского опыта, который эти показатели как абстрактно использует, ориентируясь только на средние значения, в данном случае у нас это конкретные величины, которые закрепляют социальные обязательства государства. И более того, я хотел бы еще дать одно пояснение в отношении пятилетнего. У нас этот пятилетний не раз в пять лет, а не реже, чем раз в пять лет. И мы, если будут изменяться социально-экономические показатели, планируем подходить к этому ежегодно. О чем мы договорились с Российской трехсторонной комиссией на площадке, как сказал Андрей Константинович, все те предложения, которые звучали от наших социальных партнеров, в первую очередь от профсоюзной стороны, были учтены депутатами в ряде поправок. А именно, каждый раз мы будем рассматривать каждый год на Российской трехсторонней и саму величину, и соотношение величины, которое, как я уже выше сказал, может меняться не реже, чем раз в пять лет. А иначе говоря, будут показатели бюджета лучшим, можно пересматривать это хоть ежегодно. О чем свидетельствуют, кстати, и параметры бюджета федеральной, которые предусматривают реальное увеличение социальных расходов государства на увеличение как минимального размера оплаты труда, так и прожечного минимума. А это реальные доходы населения, которые растут, исходя из того, что величина будет растить в более высокими темпами. Прошу поддержать. Спасибо. Спасибо. А как получилось, что у нас 60 регионов оказались с минимальным размером оплаты труда? Что? С прожиточным минимумом меньшим рот, правильно? Заниженным. Это еще один плюс закона, который заключается в том, что мы, по сути, вводим сейчас единоунифицированные правила для расчета, в том числе и прожиточных минимумов регионов Российской Федерации. Потому что в сегодняшнем правиле, в действующем правиле, это было фактически усмотрение субъекта Российской Федерации. А в правиле, которое предусмотрено проектом федерального закона, предусматривается, что у нас в течение пяти лет мы вводим коэффициенты региональной дифференциации, когда у них будет безусловная обязанность уже установить параметры, исходя из российского значения прожиточного минимума. И эта ситуация, что у 60 регионов он был занижен, она будет исправлена. А почему она так и была, я уже сказал. Это было фактически усмотрение субъектов Российской Федерации. Спасибо. Ставится на голосование девятый вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесение мнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Треть чтение. Пожалуйста, включите режим голосования. Алексей Вадимович, вот вы за кого-то проголосовали, тем более, скорее всего, против, так как сами выступали против. Не голосовали? Нет? Поддержали? Поддержались. Воздержались? Правильно сделали, что воздержались. Потому что это улучшение жизни. Не настолько, как нам хотелось бы. Но это движение вперед по пути решения вопросов и проблем. Тем более, вот 60 регионов у нас в сложном положении. А сейчас мы берем эти вопросы на контроль и решим и в этих регионах вопросы. Вот видите, Андрей Константинович, ваше убедительное выступление повлияло на позицию коллег. А Андрей Николаевич даже не подозревал, что Алексей Владимирович не будет теперь голосовать против. А воздержался. Это тоже шаг вперед. Что? Ну, не поддержали. Против не были? Это уже говорит о том, что вам это решение импонирует. Вы же против него не выступали? А коллега Шеин. Он уже занят другим. Пожалуйста, покажите результат. За 301 против 15, выдержал с 26. Федеральный закон принят. Коллеги, поздравляем вас. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Федерального. 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 Продолжение следует...